Ребят, привет! С вами Игнат, я с Наташей. Привет! Сегодня мы идем снимать Семииз, потому что мы с Наташей гуляли только во влогах по Семиизу. Время пришло, давненько не было Семииза, вы соскучились. Идем сейчас на Нарышкинские камни, потом по берегу дойдем до центрального пляжа. Есть в планах подняться на Диву и спуститься на Юность. Если позволит погода. Если позволит погода, ребят. Тучи такие, они прям ползут на нас. Ну, попытаемся. Сейчас покажем, как красиво здесь и как черно там. Вон как здесь у нас. Прям смотришь в окно. Лето на дворе практически. Ну и тепло. И тепло, да. Вечер, вчера. Ветер был холодный. Ну мы вышли. Там вот смотри на треугольной горой какой-то ливень. Ага. Вон смотрите, ливняк это. Мы вышли вообще в Булград. Но все-таки мы решили дойти до церкви и уже... Но они уходят, они уходят. Посмотрим. Вон там уже над горой просвет. Вон там. Наташа не хочет домой, говорит, пришли хотя бы уже до церкви. И в итоге дошли до церкви. Ладно, и уж пойдем погуляем. На тучи развеешься сейчас. Ну да. Красиво вон как. А здесь смотри вообще как... Они уходят туда все на Алубку. Ну все, ребята. Отправляемся гулять по Семизу тогда. Точно. Ребят, небольшое еще вступление. У меня здесь белое. Это я себе раздражение прижег. Так что ролик будет с белыми усами. Наташа говорит, это у тебя снег, как снег в горах. Разбойник. Любимый домик. Да. Такой он. Вот этот домик мне-то сильно нравится. Надо. Улетает. 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 Вообще не видно было. Белый снежок лежит там. На горах? А, ну, вон, видишь, там, там, на слонах. Все, это вообще все белое было. Сегодня решили прийти вот на эту смотровую. Ну, вот тут прям видно, как... А? Треугольная гора уже видно, а то ее все вообще не было видно. Да, но и видно, как там дождик идет. Очень сильно. Но он вся чернотатого. Улетает. Улетает. А мы вон там, вон, не были, где кругленькая штучка. Это что ли? Кругленькая штучка. Пылью там рядом проходили. Это же дорога там на пляж. Только что были возле церкви, животной церковь. Это вокзал. Дачки. В общем, как всегда, семейство обошло стороной. Летом часто мы замечали, что везде дождь льет, у нас семейство жарило. Зимой хорошо, когда это происходит. А над кошкой вон уже. Оно реально сюда плывет. Уже голубое небо там. Спускаем все же к рынку. Сейчас подснимем тоже пятачок наш. Миски. Для скучающих. Маташа потом приедет. У них зима еще будет до июня. Тоже будет смотреть. Я надеюсь, если получится в мае уже свалить, то опять. Кто ходит этими коридорчиками? Коридорчиками. Улочки как коридорчики. Сейчас. Шли не успел камеру включить. Кошечка так в дерево. Коготочки точила. Такая жирненькая. Этим номерам вообще прикольно. В тени. Не, ну летом в тени это, наверное, и плюс. Ну, с такими видами, я не знаю, сколько они платят. Ага, может быть, мне тогда подписчики написали, что за большие деньги у них был вид на стену. Может быть, это и это место? Ну, скорее всего. Потому что я еще думал. А где? А вот. Просто два этажа. Три даже. А то, я не знаю, потому что тут вышибает. Да, наверное, это и было место. Это ужасно. Так они охренели. Они мне говорят, Игнат, пожалуйста, помоги нам переселиться куда-нибудь. Причем что-то стоило, это конских денег тут. Ну, верхний этаж, видишь, еще ничего там, а эти два этажа тупо в стену. Ну, да. А там эти крайние балкони. Это ужасно. Да, скорее всего. Уж лучше жить за 500 рублей. Какой-нибудь. Ну, как вот бабульки сдают, там у них выходишь. Ну, вот как мы даже с Сережей жили у бабульки. А, ну, двор вообще, да? Двор, там, виноград, инжир. Все есть. Вот он инжирчик сорвал там и все. Но мы, правда, не за 500 рублей жили. Но... Дороже, но тем не менее. Ну, так-то да. Мы и жили здесь не неделю и не две, а полтора месяца. Я просто ходил, вспоминал, где в Семиизе может прям на стену выходить. А вот реально, если бы ты не обратил внимания, я бы даже не обратил внимания. Они говорят, представляешь, мы на две недели нам показали одни фотографии, по факту заселили. А фотографии, может, им вообще с этого балкона показывать. Ну, да, заселились видом на стену. Наша автостанция. Все, пойдем туда. Ты же хотела мимо санатория семьи, если ты же говорила, ни разу тут не ходила. Сейчас пойдем, пройдешься там. Зоя и... Морячок. Неглупая собака Зоя. Зоя с морячком. Жизнь около Мяснова. Да. Греется на солнце. Потом нашла себе Наташу. А потом нашла себе мужа молодого. Мне печалится каждый год. А я каждый год молодые мужья. Муж у нее молодая жизнь. Муж у Мяснова с молодым мужем жизнь удалась. Но тут чем собака плохо жизнь живет? На солнышке валяется. Ребята, вы как в этом году уже взяли билеты в Крым? Какие планы? Пишите в комментариях. Что-то по семье за. С жильем. Бронируйте, не бронируйте. У нас вон елка до сих пор украшена. Да, чернота какая-то. Ты от санатория семьи здесь не ходила по той тропинке? Вот тут не ходила. А вот здесь ходила мимо пятиэтажки, да? Наверное. Но я здесь была вниз. Ты видела, что тут? А, ну или четырехэтажка. Видела? Здесь куда? Прямо. Наташа сейчас начал рассказывать. Думаю, вам расскажу. Вот здесь четырехэтажка стоит. Ее архитектор же так вписали в ландшафт, что стоит хрущевка. И фиг даже кто знает, что тут хрущевка стоит, если специально туда не спускаться. Ну, что значит нормальный архитектор? Наши туалеты непонятно, закрыты или открыты. Проверять, наверное, нет желания. Все, мы уже по дороге на санитарий Семис. Шанкая виднеется. Ну, как красиво. У нас вчера выпал снег в горах. Ну, вчера с тобой были на пляже? Позавчера, да? Позавчера, короче, выпал снег. И все горы были белые. Сразу же все запрещен грамм. На YouTube. Давай снимать снег. Радоваться. И только два человека. Нет, только два человека вообще это проигнорировали. Я во влог, конечно, подснял. Но нас это не радует. Норильчан снег не радует. Только крымчан он может радовать. Вот он санаторий Семис. И здесь вдоль забора есть тропинка вниз. Я вам сейчас покажу, где заходить. Если вдруг вы не знаете, это тропинку секретную. Санаторий Семис. И вот она пошла вниз. Это реально такая прикольная тропинка. Видовая. Здесь, наверное, жить клево возле речки. Но там, наверное, летом, я думаю, что много-много комариков. Что, речка? Уже нету комариков. Нет, возле пресной воды есть. Да, тут всякие мосточки. Это такое зазеркалье в Семисе. Мне прям жарко. А я знал, что мы будем гулять и поэтому... Ну, у меня эта куртка теплая. Просто... Не, лучше я распределюсь, чтобы шла бы космос. Ну, да. Представим, что мы будем подниматься на диву и будет жарко. Какое красивое. Видишь? Какое оно красивое. Здесь, видишь, вообще все, мы зашли. Все зеленое. Вот все зеленое. Вот. Деревья зеленые, кустарники зеленые. Какое оно красивое. Это такое семейское зазеркалье. Какая-то тварь шурупку скричала. Эта тварь, наверное, рекламу проделывала. Точно. Тропик. Угу. Я сначала не поняла, почему мы зашли. Это зима, а то зеленое. Это камыши. Это рекомендует. Афиг вы знает. Крова. Тут реально такое. Да, и все-таки зелень насыщенная. Так что, ребята, когда вам надоест аллея и нечем будет заняться, идите все сюда, пройдитесь, хоть разочек спуститесь вниз и посмотрите на это. Зазеркалье. Но летом все зеленое, поэтому отличаться не будет. Но вот если вы зимой тут окажетесь, вы увидите разницу. И зеленая травка, и зеленые стены. Все зеленые. То, что зима выдает, выдает перчатки, и мы в куртках. Сегодня, ребята, как бы честно говоря, телефон показывает плюс три всего лишь. Ну, очень, намного теплее, чем было вчера. Вот прям значительно. Вчера ветер ледяной был. А, вчера ветер с ног сносил, да. А, сейчас без ветра, и солнышко гретое, не знаю. Ну, я говорю, мне хочется раздеться. Телефон показывает плюс три, но на солнце же гораздо больше. Это прям гадалки, не ходи. Лаврушку. Все время забываю домой лаврушки нарвать. Надо нарвать. Возле дома такое хорошее дерево есть. Все время проходишь и забываешь. Нет, бы на натуральные лаврушки делать. Делаю без натуральной лаврушки. Если с гор после сильных осадков, вот как, допустим, в июне 21-го года будет очень много воды, то тут, наверное, прям все русло будет переполнено. А сейчас, все равно снег тает на солнце. Летом тоже такая же. Что ты говоришь? Как зелено у людей. Ага. Дракция такая. Все такие эти. Мостики к гостевому дому. Очередной мостик. Зеленый. Зеленых ландшафтов. Как тебе зазеркалья это? Красотища. Ну тут реально прям много зелени. А вон, смотри, купол старинной дачи тоже красивый какой. Забыл фамилию Зыкина, что ли. Зыкина, по-моему, хозяйка была. Людмила? Не, не Людмила. Еще до революции. О, Наташа заценила. Говорит, под тенечку, поэтому хорошо на море ходить. Особенно не туда, а возвращаться туда вот уже тут. Ох такой. А вот это же я тоже думал, что голубятни. Я как-то показал в каком-то ролике. Мне сказали, что это от санатория Симашка. Я уже говорил, но все равно повторю. Короче, снизу была прачка, а сверху сушили белье. Прикольно, видите, как тут думали. А мы уже медленно, наверное, подходим к Дольнику. Вон она. Прямо дача Зыкина. Слушайте, а вот тут вот что такое происходит. Забор, наверное, земля села, что ли. А мне кажется, тут что-то остыло. Ну да, земля ушла, наверное. Будут вон камнем здесь. Укреплять, наверное. Все, пошла жара. Снег, град, цветочки. Цветочки, тущие куски. А вот тут вот фиолка. Мы же туда поднимались. Юка туда. Если Илья вас туда водил, значит, вы видели. Удачи, Зыкиной. Вот это я понимаю. Вот это дорого бывало. Вот тут, да? Чтобы сделать такие, знаешь, козырьки, которые так чун-чун собираются, выдвигаются. Как в Питере на отелях. Да, в белые шторки. Так вот, отгороди. Красота. Не в сумму. Парусиновые такие. Вот это вид. На море сегодня, по-моему, и нормальный. Вот это вид. Был недавно влог. Мы с Олей и со Светой были тут. Мы заходили, нам открывали люкс, фотографировались там. Есть все. На влоговом канале, на который, если вы вдруг не подписаны, нужно подписаться. Ссылка в описании. И на Телеграм тоже ссылка в описании. Я сейчас наснимаю сторисов и выложу это все сразу же в Телеграм. Сейчас, ребята, тут будем фотографироваться в дульнике. Так, давай я и фон. А вот это фаун блюет, ребят. Это не я такой придумал. Не буду говорить, кто. Не без этого, ребят. Сестра же не была здесь. Поэтому надо показать сестре Легу мужскую. Эти шикарные. Вот, видишь? Шикарная лестница на полшага. Красиво. Поднимайся туда, посмотри. И люстра та же самая, какая и была при строительстве. Зеркало, мы думаем, что тоже дарев. Вот, кстати, да, дольник же не обнесли никаким зеленым забором. Мы хотим и заходим сюда. Нормальные люди, адекватные. А все остальные? Ну, конечно, они, наверное, для ремонта их огородили. Но мечта уже, думаю, ну, очень огорожена. Ну, какая красота. Прошлую зиму здесь были леса. Все это делали. Шикарная люстра. Ну и что, как тебе дольник? Современный, старый интерьер, современные люди. Еще раз. Старый интерьер, современные люди. А-а-а. Хозяева современные, я говорю, то, что не отгородили это все забором, 5-метровым. А все открыто. Заходим и гуляем. Это что, в санитуре? Ну, это строился как, ну, как отель у моря, пансионаты раньше назывались. А потом был в санатории Симашка. Сейчас мы работаем? Ну, да. Сейчас можно заказать номер и жить здесь. Да? Да. Тут самые сложные операции под туберкулезы проводились, когда это был корков с санаторием Симашка. Вот. Павна, ребят, поближе к ближайшему. Какой красивый этот фонтанчик. Вау, ребята, тут все облагородили, все перекопали. Вообще как-то ухоженно прям стало. Здесь же какая-то зелень тоже была. А? Да, вниз, ага. Вот отсюда, ребята, очень кайфово смотрится. Мне так нравятся эти виды. Сейчас же было собрание. Снова по поводу Ксении. По поводу ее продажи. Я даже не слышал, что оно было. Ну вот, Ксения, да, что вот такое же можно сделать. И открытый доступ. Все в порядке, никаких претензий, да? Так и то же самое с мечтой. Люди реставрируют, из года в год делают. Шаманят, каждую зиму что-то делают. Прошлую зиму внутри делали. И каждый год снаружи какой-то части дольника стоят леса. Ту часть делали, ту часть делали, ту часть делали. И в итоге он получается, какой был в изначальном виде, такое есть. Ну, отремонтированы. Никаких заборов, говорит, вот ходим мы тут по территории, наслаждаемся, как бы никаких проблем. Как говорится, о боже, никаких проблем, да? То, что нет забора этого железного. Сейчас намокнешь. Нормально? Птичка вон по морю плывет. Летит, я думала, дельфины. А дельфины я не знаю, даже зимой плавают. Ребята, на Рыжкинские камни вот они. Мы уже пойдем к центральному пляжу. А здесь я вам, ребята, советую гулять. Если вы зимой пошли по этой зеленой тропинке, здесь возле на Рыжкинских камней почему-то всегда больше пахнет водорослями, чем, ну, чем там, и прямо на самих на Рыжкинских камнях. Здесь прям в разу сильнее пахнет. И ты маме? Мама позвонит. Наташа маме море показывает. «Рыжкинских камнях». «Рыжкинские камни» И моя тень Вот тут мы летом шашлычки жарили Вот это мне тоже место нравится, здесь все зеленое Отсюда так диву видно Сейчас посмотрим пляж И на диву Думал еще на мини-диву зайти Мини-дива недавно во влоге была Поэтому Надо сегодня на нормальную диву подняться Ой, возле моря как хорошо Здесь вообще нет ветра Пахнет морем и зеленью На мини-диве никогда не была, Наташа говорит Это мне ничего такого Ну да Это же сделали, ну типа мини-дива Но оттуда зарядку преподавали Здесь же все были Ну стояли где люди климатолечением Лечились, спали на берегу моря Вот эти вот все площадки А потом они вставали Да, и самое главное Вставал на мини-диву И преподавал зарядку на весь берег Вот она мини-дива А вот они эти Где стояли Кровати, наверное, раскладушки Не знаю, что там стояло Все, мы дошли до центрального пляжа Идем оттуда из этой красоты Так что, ребят Все к нам в семье из Греции Казалось бы, с утра вышли Вообще боялись идти, не идти Ну с утра Когда вышли Вышли-то мы уже в обед Даже после обеда И вот Все как наладилось Наташа тоже смотрит иногда погоду Я говорю, не смотри погоду Она вообще никогда не совпадает С тем, что показывает в интернете Надо смотреть на улицу Семьи в Ялте Вообще не совпадает Она никогда Здесь, по идее, вместо стоянки Сколько лежаков Можно поставить тоже Морь рядом Пахнет костром, ребят Печки только шли Сейчас мы будем видеть пляж С дивой Ну что, гол на диву? Но Ты когда была в двадцатом году Ты ходила туда? Наверное А в тобой-то Чувствуешь, как дымом пахнет? Да Печи топят Нам надо сейчас подняться Потом спускаться, да? Потом подниматься Потом спускаться Подниматься Надо еще пофотографироваться Я же взял пленочную камеру Мы на диве, наверное, и сфоткаемся, да? Я, ребята, взял Добить пленку С собой сегодня Камеру пленочную Может быть, сегодня ее и допьем Знак, смотрите, какой великий самокат Запрещено Никого вообще на пляже нет Какая крутая коземка из облаков Тут, ребята, вообще кайф О, скупался Скупался Не будем такое показывать Потому что не очень выгодный рак Контент, ребята, попер Старенький Надо смотреть, чтобы... Ох, ты паха Ох, ты паха Ох, ты паха Ох, ты паха Представляйте, 2-ой февраля Какой молодец И к нам в ролик попал А-а-а-а-а Как летом, видите, голову мути Ох Если смотрит На Ю-Тубе меня так и увидит себе Вот, ребят, он все купается Мы уже прям Отошли от него Ну, отошли с того места, откуда я первую съемку делал Молодец Пойдем-ка интересуемся, как водичка Слушайте, он, конечно, вообще молодец 2 февраля Со спиной покажу Наташа, он допрашивает На второй день уже привыкнете А можно вас снять? Можно вас снять? Пожалуйста Даже вам понравится Как вас зовут? Андрей Местный житель семьи Мы, честно говоря, увидели и прибалдели Приходите в выкупацию Как часто вы практикуете? Я каждый день признаю Серьезно? Вот в это время примерно? Да Днем, да? Говорят, это очень омолаживает и полезно Конечно От кучи проблем со здоровьем можно избавиться Конечно Купаясь Всех больных я советую в море Ну, вы молодец Мы в перчатках идем, человек купается А когда ковидит был, они нам запрещали даже к морю приходить Да ладно Да ладно Вот наоборот Нужно быть около моря Да, конечно Ну ладно, круто, вы молодец Слушайте, да Вы мой герой сегодня Сегодня, если честно А для первого канала, да? Не, для ютуба Не ледяная, да особо Ну она правда, не ледяная Не ледяная, да конечно Ну вот взять твой теплый халат Большое полотенце Надо закупнуться, если честно А мне показалось, что вы в шапочке сдалека А вы в шапке были, да? Да Так что, ребята, вон семьи из пяти Молодцы, купаются Ну правда, ее можно терпеть А представляешь, если ее не терпеть Вот как парень купается Это же уже как привычка На самом деле, я тоже многое об этом слышала Именно холодное море Оно же соленое еще Оно просто лечит вообще от всего От всего И оно очень полезно Оно омолаживает организм просто неимоверно Блин, наверное скоро будет шок-контент Наташа полезет в море Мы такие вышли Идет Идет такой, как это Не снег, а как град шел Мы такие, идти, не идти, а то намокнет Люди купаются Каждый день Каждый день, ага Вот отсюда видно намывы А какой закупнусь Это если бы ты здесь, тебе еще всю зиму сидеть Ну можно было бы поболеть Да я не собираюсь болеть, я омоложаться болею Да вон в прошлом году и Дима, и Илья заболели Да? Ну они правда вышли на ветру стояли А я вышел халат одел и вытерся Ну вот И кстати, ребята, что по небу? Дело вообще чистое И все, как всегда От Семеиза Там дожди были Там, в горах дожди были Над Газпорой дожди были Не знаю, над Олупкой были или нет От Семеиза снова пронесло Я, честно говоря, побежал, белье снял, домой занес Зря я это сделала, она бы сейчас уже высоко Очень хорошо Так, Наташа уже, по-моему, даже друзьям угрожает, что она залезет Я прям очень решительно настрою Кабинки в этом году активно пользуются спросом, между прочим И поэтому и не убрали Тоже показать набережную с этого ракурса Нашу бирюзовую водичку Нашу бирюзовую Сейчас мы будем там Самое главное Это не забыть Добить там пленку Это будет идеально Наташа, смотри, как красиво Вот где монах расколотый Красивые облака какие Где расколовшийся монах Кто они? Дима В октябре мы сезон закрывали Но я не говорю, я не простыл, потому что я сразу калат надел на себя Класс, ребят, все Все, 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 туда, туда, туда Нам даже стало интересно, сколько градусов вода Наташа погуглила, 7 градусов Вообще Я бы сказал не то, что не айс, а айс Мы, ребят, с Сократом лезем на пане Не пошли обходить через барашки Прям по этим тряпиночкам Здесь уже так хорошо ее утоптали Тут кофе попил, выбросили Сволочи Надо выкинуть Срезали мы Нехило Сейчас отсюда с пане я покажу Горы Ну и потом Оттуда с вершины Так как это не мой стаканчик Вообще, конечно, весь мусор отсюда надо выносить Выкину его здесь Я с ним не хочу наверх идти Там, кстати, люди вон есть Кстати, плоту открылось Горы Сейчас вы посмотрите Я его влог под съемы делал Видите, она все в снегу Кстати, тут парень до сих пор стоит Обсыхает Вытирается Да, на петре Снежно Мы сейчас пока поднимемся И они уже спустятся Все, ребята Так, потихонечку Начинаем Наш спуск Он годи назад возвращается Здесь вот мне так понравилось купаться Тем летом я здесь купался Тут так солнышко припекает Какая трава тут зеленая Ты ходил в эту муру? Ты ходил в эту муру? Ты ходил Ну все, мы внизу Ну и что это? Полынь Ха-ха-ха Паникающая Паникающая Я же говорил, что полынь Многолетняя Применческая растения Сегодня у вас, ребята, будет полное погружение Я прям все снимаю Чего ты говоришь? Что она ничем никак Тут надо быть крайне осторожным Потому что Камни скользкие Расколовшийся монах Скала-монах Для землетрясения В 20-х годах была тут Двадцатого века Не Это же монах Это монах? Да, и вот это лежит монах Туда Раскололся Ну что, пойдем наверх? Пойдем Подскользнуться вообще в таком месте Где Думаю, что и не подскользнешься Называется Не прошло и часа Мы Начали восхождать Ой, посмотри, как красиво Через очки надо сожреть туда Там так красиво Сейчас, ребят, покажу Да, в принципе, и так красиво Такая снова каемка Из-за блатков Море Море Привет Кует Это же просто Божественно А еще, ребят Чтоб немножко так Оживить Комментарии Давайте Напишите С чего вы смотрите С телефона С планшета С ноутбука Или с телевизора Потому что мне говорят Подписчики Что последнее время Говорят Включаем ролики На Телефоне И потом переключаем На телевизор Больно красиво Говорят Надо такую красоту Смотреть на телевизоре Вы через что смотрите Напишите в комментариях Ребят, на Айпетре Только что не было облаков И даже солнце Я вам показывал Буквально За 10 минут Все заволокло Это тоже К слову О погоде в Ялте В Семиизе В частности Вообще Не стоит доверять Никакой погоде Ни Яндекс Ни Гугловой Надо выходить Смотреть на улицу И если солнце То уйти Куда-то Я так делаю Я даже в город окажу Дождик на улице Не иду Солнце иду Обалдеть Как же это красиво Когда последний раз На Диве были Тоже делитесь этим В комментариях Ну сейчас Где-то плюс-минус Наравне с Пане Ну со смотровой Так точно А то уже и выше Хочется с каждой Высоты Вам показывать Реально Вот здесь Мы на уровне Смотровой Пане Букточку Семейскую Волшебную Ребята Ну что Последние Несколько метров В этом году Я первый раз На Диве Людей на удивление Немного А тут еще вон кто Илюкин подопечный Сидит наверху Что мы там делаем Покоритель Дивы Вот кошечка Нам с Ольгой Знаешь что ли это написали Что Женщина написала Это какой-то ужас Заставлять Кошек Подниматься С вами на Диву Как будто Вы их заставляли Они тут живут Да-да Такую жару Подниматься Кошек С вами На Диву Мы такие Ну-ка пойдем Быстро с нами Если что Мы пришли Она уже тут была Она такая Хорошо Мне бы так Не хотелось Конечно В жару Ну раз Вы меня заставляете Такое красивое солнце Решили ребят Что мы Сходим На пляж Юности В другой раз Так хочется Чая здесь Попить Что мы сейчас С этой сделаем Мадам Близняшка Так и лежит На солнышке Греется Близняшка Так и ложки Сегодня Полное погружение В наш Семейский Быт В нашу Семейскую Погоду Сегодня реально Такой денек А мы были В раздумьях Как хорошо Что мы пошли И реально Офигенно Сейчас будет Завершение Сегодняшней прогулки Это здесь Попить чай Посмотреть туда В сторону Голубого залива Коцевельно Севастопера Как красиво Я надеюсь Я это все Передам Так же Как мы это видим Смотрите Солнышко Как раз заходит Офигеть Как красиво Наташа Наташа Оперы Поет Наверх Поет Соловей Соловей Мой Волосы Давай так Чтобы вон те Малолеткие Услышали Какие Которые здесь Были Чтоб они услышали Чтоб они услышали Чай пьем Ребят Все же разошлись Я говорю Сейчас мы будем Делать здесь Кадр На Киев И будет И пленочный вариант Фотографии у нас тоже Дивы Ну что Ребят Наконец-то Надо побольше Чтобы он Не сильно Горячий Был Давай Ну давай Давай Лей Ага Я тебя не обжег Нет И Мне Давай Наседали Наседали За Нашу Прогулку Ну что Ребят Я все Выставил Все настройки Выставил Сейчас будем делать Здесь Фотографии Сейчас мне Игнать Сутка Это я На фотоаппарат Пока тебя Уберу В карман Сейчас Наташа Говорю Кадрируйся Так Кадрируй Так Чтобы С первой Попытки Получился Шедевр Наташа Старым дедом Фотоаппарат Пахнет А мне кажется Что он Советским Союзом Пахнет Ну а Советский Союз Как Чем Пахнет Старым Дедом Даже Живой Это Техникой Наташа Уже Выпила Чай Я Еще Нет Я Пока Все Фотоаппараты Убрал Наташа Смотрит Карту Погоды Говорит Сейчас Придет Дождь Мне Что-то Вообще Не верится Что Он Придет Потому Что Даже Не Видно Откуда Он И Ну Вон Тут Он Что Придет Все Идем Низ Страшно Наташа Как До сих Пор Я Все Уже Убрал Короче Сфоткались На Пленку Думал Добьем Что Да Сфоткались На Пленку Я Думал Мы Сегодня Добьем Но Еще Оказывается Там 32 Кадра Пленка 36 Кадров Так Что Еще Живем Еще Полгода Фотографируемся Волны Душуют Волны А мне Не больно А мне Не больно А я Довольно Субтитры сделал DimaTorzok Все, спустились Ребят, все Мы нагулялись, напились в чай Много красистоты наснимали Надеюсь, вам все зашло Как вам наша прогулка? Как тебе наша прогулка? Мне понравилось, как всегда Ждем вас в комментариях, ждем вас в телеграме Ждем вас на влоговом канале Ждите шок-контент Я созрею По поводу Купаться Я думаю, будет солнечный денек И я пойду купаться Просто я думал, что шок-контент Наташа только что говорила мне Давай снимем мукбанг на влоговый канал Я говорю, как ты ешь этих Осьминога Я думал, что шок-контент Ну все, ждем вас в комментариях Лайкайте видео, подписывайтесь на влоговый На основной канал, на телеграм С вами был Игнат, я был с Наташей Пока-пока